Академия банного дела Банного Союза представляет зачет базового курса Стань мастером живой бани и образного парения Шестидневная программа Сдает Дмитрий Город Екатеринбург Парить Ивана будет Тепленькая водичка на ноги Тренинг проходил в тренинговой площадке Живая баня у Ивана Деревня Теилга Челябинского области Южный Урал, Россия Преподаватель Иван Бояринцев Он же ваш покорный слуга-комментатор сейчас В этот раз мне по ходу преподавания помогал Артем Козельский И какая-то часть его здесь заслуг будет в том, что мы увидим Немножко прикроем дверь, чтобы не так сильно засветка у нас была А то много отражений Поддача мне показалась недостаточной Но может быть для первого нахлобучивания Вот, да, ты меня понял Ты меня понял, ты меня услышал Вот сейчас посмотрим, что будет Все правильно Лучше сначала пощупать, как оно А уж потом нахлобучить сколько надо Да, вот сейчас я верю Сейчас пар есть И датчик сработал Гигрометр И по тебе видно, что там все серьезно И опускаешь ты его хорошо Еще хочется тепловую подушку увидеть Много Уже вот начинаешь переборщивать Все, он вспотел Мало того, он не просто вспотел Он потек Струйки пота Все как надо Этого достаточно Чтобы парень был доволен Веник в данном случае Ты протащил прямо над ухом И это немножко опасно Лучше его обнести вокруг головы То есть чуть-чуть туда В сторону трубы Проложить А вот это уже, наверное, лишнего Первая поддача сейчас Вот в этой серии, да Первый раз ты налил хорошо И этого было достаточно С него течет по полной программе Ему сейчас уже много не надо Сейчас нужно просто поддерживать Влажностный баланс И разливать пошире по камням Чтобы студить камни Вот удивительно Датчик Он выпрыгнул на 24% И сейчас начал сбавлять Хотя нет Вот пришло снова Удивительно Пар гуляет Он туда-сюда То придет, то уйдет И то вверх, то вниз Гоняет датчик Все, пар пошел набираться И сейчас, скорее всего До 32 ты его накидаешь То есть с прошлой подачи Он сейчас пойдет расти Уже 26% и так далее Ну, работа с ногой В принципе, как бы Она грамотная Хотелось бы Более пробивную ее увидеть Ну, особенно Вот по пятке По стопе Вот здесь вот хочется Не так ласково Да, вот Вот Не, не, не Ну, посмотри Ну, ты вот на взъем стопы Накидал Три удара А на пальцы Не дал ничего Им одного только прогрела Не хватает Им надо все-таки постучаться Ну, а промять-то всю-то стопу-то Нет, это тоже Это тоже фикция То, что ты сейчас сделал С поджатием коленки Это изображение бурной деятельности Это не было поджатием коленки Ты туда не додавил веник Ты не отклонил ногу Не положил туда веник И не зажал То есть зажал в результате Ну, дымфоузлы никак не нагрев Не случится Не первым, не во втором случае Толком не было поджатия То есть, если не получилось там Что-то с поджатием А вот хорошо идешь Да, лишний пар надо скидывать Нечего там делать Если лишнего, убирай Особенно надо скидывать лишний жар Видишь, он сейчас как дышит Значит, ему действительно жарковато Почему жарковато? Ну, потому что давно не менял веники на голове А надо бы Парни-то тяжеловато сейчас Значит, трусы мы оставили с закрытым копчиком С закрытым крестцом Это не есть год Все-таки Здесь надо быть внимательнее Молодец Молодец Следишь Ухо есть опасность сейчас налить Слишком близко Все Листочки Так, хорошо С плавками разобрался Молодец Ну, как бы вот Все, что я сейчас говорю Ну, такая критика Очень-очень-очень Небольшая То есть Вот Все это какие-то такие мелочи Мне же надо что-то говорить Если Вот я не буду обращать Ухо, молодец Ты смотри Скрестная Скрестная Ведь это же Скрестная восьмерка Зашибись Просто умница Ага На одну попу Припарил А на вторую попу Собаки давают Не пойдет Надо уж Как-нибудь Симметрично это делать Вот это хорошо Но рано Вот смотри Ты ее еще не стучал На одних протирках Ты ее еще не догрел Чтобы тянуть Надо сначала догреть Соответственно Надо было все-таки Сначала отработать Все стучалки По спине Прокачать бока Прогреть бока Уж потом Скруточки все Ну, как бы По крестцу-то Пожалуйста Крестец выдержит Да По бокам не надо Не стоит То есть И я не понял Что это было То есть Если это было Удар Медвежья лапа Его бить Во-первых Рано Во-вторых Он не был Медвежья лапа Он был такой Какой-то Ну, чуть-чуть Показан только Если это был Удар с подстраховкой То он Больше был Похож на Медвежья лапа А для Медвежья лапа Он слабоват Для удара С подстраховкой Ну да Он неплох Ну, не тратил бы Время сейчас У тебя же Это промежуточный Контраст Чего его поливать Или тазиками Дверь может закрыться Точно Дверь закрылась Под дверь Подкладывайте Бревно Ребята Если хотите Сделать контраст Воздушный Ти-ти-ти А он сам ногу Что ли бросит Э, двышник Он же сейчас Мог себе Пальцы просто Отбить Если бы он Был не в сознанке Да От хорошего парения Он мог уйти В состояние Такого эйфории Да То сейчас Пальцем он мог Быть шмякнуть Прямо Об стол Это очень Нехорошо Вот это уже Безопасность Это уже Критика И остальные Замечания Они как бы На скорость Не влияют Называется А вот это Уже Да Сновополагающие Ну все-таки Нет Не ручками Вверх Нет Не ручками Вверх Кроны Посмотри Что ты ему Охлаждаешь Сейчас Ты ему Уши охлаждаешь На кой черт Ты должен Охлаждать ему Легкие А легкие Это значит Надо сделать ему Холодное дыхание Я понимаю Если бы ты сейчас Ему трубу поставил На легкие Да А сам в это время Закрыл бы с боков Тряпкой Ну Знаете Вениками Да Пожалуйста Вот это было бы нормально А сейчас Никто Ни другое Не сделал Что голову-то Охлаждать Голову-головы Поверхность Там не знает 10 дециметров Даже не наберется А у легких Поверхность Наверное Метров 6 Квадратных Если все Альвеллы Сложить В кучму Не хочешь Охладить тело Охлаждай Легкие Вот Нашел Горяченьку Хорошо Хорошо Так-то Если линуть Там тоже есть Еще много Ногу-ногу-ногу Поддерживаем Чтоб не упало Чуть-чуть Надо Буквально Немножко Страховать Коленочку В сторону Груди Поддерживать Не От груди Толкать Сейчас Вниз На пятку Поддерживать Так Чтобы она Не ехала Вперед Видишь Ему приходится Носок напряженным Держать Пятку Приходится держать Самому Цепляться За твой валик Это тоже Не есть Хорошо То есть Здесь Незаботливый В гости Зато Очень хорошая Струбцинка И очень Хорошая Прокачка По бедру Внутреннюю Сторону Как-то Слабенько Прошел Ну Не знаю Мне показалось Что вообще Не падает Ну Как таковы Вот эти Три удара По внутренней стороне Они не дали Очень ничего Не должно быть Три снизу Три в середине Три сверху Три снизу Три в середине Три сверху Потом уже Только На внешнюю Сторону Выше Все Получается Как-то Раз Два Три И раз Два Три Это мало Здесь Девять Три в середине Три снизу И три И три Сверху Иначе Не добиваешь Чуть скажет Ну что-то Ну помахал Он там Надо мной Чуть Немножко Веник Ну Чуть Не хватило Маловат Так Изобретайте Парни Велосипед Давайте Как-нибудь Может Ручками Вниз Все-таки Поставим А зачем Стряхнул Тебе же Вода Нужна На вениках На кой Черт Ее Стряхивает Ты же Не моешь Пол Полусырыми Тряпками Не надо Их Выжимать Опять Рот Не закрыл Дыхание Не прикрыл Он лежит У него Лоб Холодный А внутрь Он дышит Горячен Другой Как многовато Не по количеству А по Скорости И так Прямо Ее Он не успевает За тобой Вода Летается На такой Скорости И можно Как-то По плавнию И очень Хочется Увидеть Листочек Набрасывание Таким Кленовым Листочком С летающим Ну да Вот это Хочется Увидеть В полном Объеме Не то Что два раза Махнул И сразу Побежал Куда-то Начал Так ты Отмашив Или не Начинай Чувствуешь Что Немного Но с другой Сторон Ты прав Если Не знаешь Что делать Дальше Ну и делай Хоть что Небудь Это Уже Хорошо В любом Случше Стоять Нельзя И тупить Нельзя Он Раскрыл Ладошку А не ты А ладошку Должен Был Раскрывать Ты Усколит И о гости Заботишься То Заботься По полной Программе Делай За него Все А что Вы еще Есть за Меня Будете Ага Хорошо Заботливо Молодец Молодец Прям Приятненько Так Вкусно Для тех Кто это Смотрит Впервые Да Или Кто Смотрит Эти зачеты И говорит Что за ерунда Он Учит Одному И тому Же Объясняю Вот Эта Программа Это Программа Несуществующего Парения Никто И никогда Вот так Не парит В жизни В жизни Все равно Эта программа Будет Лишь Базовой То есть На нее Будут Все Финтифлюхи Накладываться И Каждый Банщик Банщик Будет Из этого Пахтать Какую-то Свою Совершенно Новую Интересную Сказочную Программу Но Для этого Необходимо Иметь Каркас И вот Это Мы показываем Каркас Программы На нее Дальше На последующих Курсах Можно уже Накладывать 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 Сейчас Когда ребята Стучат Все свои Программки Покажут Вот эти Базовые Повторные Друг на друга Похожие Как две Капли воды Я почему Рассказываю Дим Потому что У тебя Идет Все хорошо И мне В общем-то Не до чего Докататься Придраться Не к чему Так вот После этого Я им буду Уже Рассказывать Вам Можете Буду Рассказывать Как теперь Из этого Сделать Свою Авторскую Такую Программу Что и где Где у вас Вот прямо Непосредственно Открываются Целые файлы Под которые Можно под файлы Подкладывать Да То есть Директория В ней Может быть Там целая Куча всего Сейчас Мы Только Основные Директории Пробегаем Подпункты Это Уже Вон Сами Ага Ага Ну нет Да Но там Нет Ну давай 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 Обязательно Прикрывать Можно же Так Немножко Сдвигать Не обязательно Должен Веник Лежать Намертво Его Можно Передвигать Как угодно Крутить Как угодно А вторым Отстукивать Просто С подстраховочкой Чтобы не дай бог Натекануть А если у тебя Совершенно свежий Абсолютно Уверенный Веник На нем Нет никаких Обхлёстышей Работай Впрямую И не думай То есть Вы же понимаете Что мы В тренировке Использовали Не веников А мертвецов И понятно Что там Вот без Подстраховки Было просто Опасно Ну честно Говоря Вот сейчас Вот эта Крайняя поддача Да Она поддача Обильная Но ты не Опустил пар Ты на него То пар Не опускаешь Вот таким Маленьким Веником Ты на него Ничего не опустишь Поэтому я бы Все таки снял В этот момент У него с головы Горячие веники Мы же уже Идем на выход Ну то есть На переворот Соответственно Горячие веники Я бы у него С головы Сейчас Ну на выход Да Снял бы И Этими вениками Прямо опустил Опахальными Большими Подышит он Этим Этим теплым воздухом Последние Там минуту Ничего страшного Не случится с ним Зато он Почувствовать Настоящий Обильный Мощный Контраст Потому что После мощного Перегрева Будет Любой Контраст Покажется Просто взрывным Если хочешь Сделать Контраст Вот такой Яркий Да Это самое До дрожи Но значит Надо нагревать Сначала Это я не помню Кто По моему Федерико Феллини Рассказывал О том Как сделать Очень яркий Свет В Кадре Как сделать Очень яркий Кадр С очень ярким Светом Для этого Надо просто Выйти из темноты Поэтому Долгие Долгие Кадры В темноте В темноте В темноте И вот Пошел В выход На свет Ты сначала Мы делаем Сильный Сильный Прогрев Запечатали Отлично Молодец Спокойно Четко Без лишних Трат времени Я не понял Что ты сейчас делаешь Зачем ты это открываешь Выйти ты мог И попой открыть Мог бы не бегать Лишняя потеря времени Все таки Вот здесь Она случилась Не нужно его Подвигать Он тебе не помешает Ага А вот палец Под мышку Не продвину А значит Тяну его За шею И тащил его На своей спине Все таки Здесь Тебе стоит Доработать Хорошо Просадил Стоит доработать Выход Именно с точки зрения Выход Подъем Со спины Потому что Уже второй раз У тебя За время тренинга Подъем Идет за шею Соответственно Где-то Это у тебя Склинивается Значит во время Ты уложился Все что ты умеешь Ты показал Умеешь ты много База у тебя Замечательная Теперь из этого Надо делать Трюшечки Красивые И доработать Доработать Эту программу До полного Автоматизма Для зачета Этого достаточно Для чемпионата Конечно нет То есть Для чемпионата Нужно в этой программе Поработать Несколько месяцев Ну и В прочих Подобных программах Но Милости просим На Последующие Этапы Курсы И везде Это Такая Информация Для всех Кто Сейчас Смотрит Да То есть После любого Пройденного Курса На следующий курс Человек приходит С 30% Скидкой Соответственно Ты уже заплатишь На треть Меньше На следующем курсе С чем тебя В общем-то И поздравляют Зачет сдал Сдал Свободен Соответственно Можешь приходить И платить на треть Меньше На следующих курсах Зачем